Все, кто сейчас здесь работает, историей завода гордятся. Ведь его создавали легендарные люди, ученые-химики, известные всей стране. К примеру, первый директор предприятия Виталий Шумский, лауреат Сталинской премии. В разное время здесь работали около 600 изобретателей и рационализаторов. Человека труда, как и в советскую эпоху, найти по-прежнему уважают и ценят. Социальная политика – один из основных приоритетов в работе нашей предприятия, потому что мы поддерживаем как молодых специалистов, так и, не забываем, поддерживаем ветеранов, которые работали на нашем предприятии, которые до сих пор работают в нашем заводе. Люди остаются, а предприятие меняется. Появляются новые современные цеха и оборудование. К примеру, в этом применяют безазбестовое производство, экологически чистое. Цех запустили два года назад, изготавливают тормозные колодки для грузовых иномаров. Кстати, они успешно прошли испытания на современном полигоне в Испании. На предприятии нам рассказали, что практически все российские трамваи могут использовать колодки, изготовленные в Барнауле. Ну а этот стенд устанавливали при помощи английских специалистов почти три месяца. За Уралом такого оборудования для испытания тормозных колодок просто нет. Данный стенд позволяет давать нагрузку на ось до 30 тонн. Поэтому мы сюда устанавливаем и узлы железнодорожного транспорта, где от 25 до 30 тонн нагрузка на ось. И, соответственно, узлы грузовых автомобилей. После того, как стенд пройдет сертификацию, появится возможность испытывать здесь не только колодки собственного производства. А Барнаул благодаря стенду станет третьим в стране городом, где действует аккредитованный испытательный центр. Этот факт можно назвать новой, современной страницей Барнаульского завода, который в советское время был частью проекта «Большой химии» и продолжает активно развиваться и сейчас в 21 веке. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.